здравствуйте друзья у нас сегодня веселый такой но я утрирую веселый относительно разговор об американской иммиграционной политики ситуации культуре вообще мире иммиграции вот один из аспектов просто чтобы вы поняли в каком таком удивительном месиве мы проживаем иммиграционном есть у нас закон такой принят он был в 1990 году во времена президента буша-старшего и смысл состоит в том что программа такая есть не закона программа есть такая программа называется temporary protection status смысл состоит вот в чем если есть какая-нибудь страна ну допустим я не знаю вот сейчас последнее это был было гаити о которой много говорили гаити на гаити было что там у них был землетрясение или там ураган что-то у них там было в 2010 году то есть 7 лет назад и эта программа позволяет сделать очень интересную вещь если в соединенных штатах находится гаитянцы в этот момент нелегально находится а у нас тут нелегально кого хочешь и сколько угодно находится то вот такая интересная фишечка если человек уже находится в соединенных штатах нелегально то ему разрешают легально работать на какой-то срок там от шести месяцев до полутора лет и потом продлевают продлевают там все время что-то продлевают еще никогда никому не ничего не обрубили вот как начали и так и продлевали там до бесконечности ни на что не имеют только работать налоги платят обязанности есть прав нет нет но работать можно некоторым даже разрешают иногда выезжать из страны въезжать страну даже такое есть но не суть почему я сегодня об этом говорю потому что завтра президент трамп должен принять решение о продлении или не продлении этой программы вот это вот темпер и временной временной защиты для такой страны маленькой страны называется сальвадор вот этот самый по каждой стране отдельно принимается все это в разное время происходит все это продлевается продлевается кем не конгрессом упаси бог и даже не президентом продлевается это начальником департамента homeland security как бы национальной безопасности как она продлевается они смотрят но поскольку статус временный ну как там в той стране вот откуда ну что там у них там может им уже вернуться не страшно вот как то так происходит началось все это с буша старшего потом у нас был вы помните клинтон потом у нас был буш младший потом у нас был обама никто из президентов никогда не поднял руку с тем чтобы статус больше не продлевать хотя мы понимаем что ситуации меняются я может быть еще уточню одну вещь статус этот дается в некоторых определенных ситуациях известных то есть ситуация может быть природное бедствие бедствие стихийное то есть это гуманитарная помощь гуманитарно это могут быть стихийные бедствия это может быть война это может быть даже не знаю там чего еще но вот такого плана такого плана и это время это по определению временно так вот в сальвадоре в 2001 году в 2001 году было большое землетрясение там погибло много народу и там потеряли так сказать все но смысле бездомными оказались там миллионы свыше миллиона человек ночам фигня была жутко никого не взяли из сальвадора я вас умоляю никого никого из сальвадора в сша не привезли но поскольку страна такая знаете бедная и довольно бандитская то сша к этому времени уже было 260 тысяч нелегальных сальвадорцев хода бедно в 2001 году и вот они попали под эту программу есть некоторые расхождения в оценке сколько сальвадорцев у нас таки есть вот под этим тут сейчас потому что кто-то вернулся обратно кто-то легализовался по каким-то другим параметрам да значит кто-то вы соединился гражданином родственникам гражданином сша кто-то женились люди по-разному но говорят что не менее 200 тысяч хотя наиболее высокая оценка 267 тысяч в ноябре отменили этот статус не продлили этот статус гаитянцам в гаити у нас 59 тысяч гаитянцев вот которые вот конвертировали в 2000 году под эту программу 59 тысяч надо сказать что 25 процентов денег поступающих в гаити света поступают от этих людей которые вот эти 59 тысяч которые шлют значит бабки своим родственникам которые там остались многие имеют моргиджи больше половины имеют детей родившихся в сша то есть естественным образом граждан сша идиотизм этого всего состоит в том что если гаитянцы здесь кстати легализация если произошла только 7 лет назад то средняя продолжительность пребывания гаитянца по этой программе стране 13 лет они раньше пришли они уже были в стране средняя продолжительность жизни в сша сальвадорца казалось бы там вот вели это в 2001 году то есть 17 лет нет свыше 20 лет то есть мы берем людей которые здесь 200 200 тысяч человек которые здесь больше 20 лет у которых есть моргиджи которые платят налоги ну не в один день их так не то что их в лагерь значит его так всем лагерем нет гаитянцам дали до середины лета девятнадцатого года то есть им изделия дали полтора года на то чтобы спелевśnie она произошла по услышь услышь чтобы произошла спел в депортация сама сама депортация но что это будет это будет что 10 процентов сама депортируется а 90 процентов перейдут на нелегальное положение на которой они и раньше были они будут точно так же работать они будут может быть будет нал dairy но может быть будут может быть не будут уundo сейчас не знаю мы сейчас не знаем будут ли они налоги платить но безусловно идиотизм очень большой потому что у них у всех дети граждане понимаешь это же не не просто так да а у нас же теперь еще новшества вот они хотят принять чтобы уже нельзя было воссоединять родителей с детьми до легализовывать родителей через граждан детей света ты пойми правильно это не идиотизм они знают что они делают и зачем идет паранойя раздувается дикая паранойя то есть проблема создается там где ее нет легче всего победить ту проблему который вообще нет ты ее создаешь ты ее побеждаешь вешаешь медаль на грудь и говоришь как ты спас страну ассоциация мэров крупнейших городов сша вот на днях обратилась с просьбой продлить сальвадорцы обратилась пласть потому что там и лос-анджелес и нью-йорк понимаешь крупнейшие города сша потому что эти люди во первых они вносят существенный вклад в в налоги то есть депортация сальвадорцев приведет к тому что в течение 10 лет 160 миллиардов долларов не получит бюджет миллиарды долларов не получит система социального страхования конечно среди них уровень безработицы выше чем среди средней по стране у них у них может быть получают может быть нет мы этого не знаем но у них уровень безработицы 10 процентов то есть где-то в два раза выше чем по стране в целом вот может быть там есть мамы у которых там по 10 детей мы не мы не знаем как они живут все честно я хочу сказать но в основном они работают у них дети учатся в школах у них дети граждане за 20 лет понимаешь да уже не то слово вот и но идиотизм не в том что скажем трамп плохой идиотизм в том что система идиотская тебе сначала говорят мы тебе даем временную защиту временную а дальше временная превращается в постоянную при том что допустим трамп бы этого не сделал или допустим было бы клинтон который бы вообще в эту сторону не посмотрела и автоматически продлевала но что это за ерунда когда у тебя сотни тысяч людей живут в стране без всякой возможности реально легализоваться они никогда не получат грин карту но должен же быть какой-то барьер но вот если человек легально легально работает легально у него есть право на работу в европе например там я боюсь соврать но там вроде если ты пять лет живешь и легально работаешь и налоги платишь и так далее тебе дают вид на жительство понимаешь но нельзя же 20 лет жить стране ли легально и и и после и не иметь никакой возможности легализоваться но ну что это такое грин карту получить там платить налоги но не иметь возможности потом получать допустим там пенсионное какое-то обеспечение иметь это просто какой-то чудовищный кавардак я не говорю что кто-то из них плохой я говорю что система идиотская в этой идиотской системе все поставлено с головы на ноги понимаешь одни отказываются принимать решение и говорят ну отложим отложим так легко отложили 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 дальше приходит кто-то и вот как бы сейчас да и он как бы берет на себя смелость сказать прекращаем а почему прекращаем может быть надо было взять на себя смелости сказать давайте мы определимся со статусом этих людей который изначально был временным но за 20 лет усилиями обеих администрации ни одной обеих администрации люди 20 лет живут стране может быть мы как-то решим их статус по-другому правильно то есть понимаешь ни у кого нет смелости решить вопрос смелости у них хватает либо на то чтобы отложить решение либо на то чтобы сделать так что стало хуже а просто решить вопрос ко всем ко всеобщему так сказать удовлетворение не получается значит уже отменили protection для тех кто гаити уже отменили для никарагуа там тоже были события ну там там мало народа там 200 две с половиной тысячи человек южный судан или там все и там два судана судан и южный судан я не помню там для какого для какого-то из них тоже и в общем то есть тех кого легализовали нелегалов которым дали право на работу их теперь возвращают обратно в положение нелегалов самодепортации не будет до после 20 лет чё же самодепортироваться не но куда они поедут поэтому вот такая странная ситуация возникает и завтра друзья завтра мы увидим что произойдет хотя я уже догадываюсь вот и я это рассказываю не для того чтобы там в кого-то пальцем снуть или осудить я это рассказываю для того чтобы вы просто поняли какая у нас запутанная и не вполне логичная система давайте я на этом месте с вами попрощаюсь